Здравствуйте, меня зовут Дарья, я веду занятия для беременных. Сегодня я предлагаю вам комплекс, который можно выполнять в любое время, удобный для вас, а также на любом сроке беременности. Но мы рекомендуем совместно с врачами начинать тренироваться буквально с 13 недели, когда вы уже будете точно уверены в том, что всё у вас хорошо, и если был токсикоз, то он уже будет позади, вам будет комфортно, и вы будете получать удовольствие от занятий. Многие считают, что беременность может стать поводом для ограничения физической нагрузки. Мы рекомендуем вам заниматься, так как движение — это жизнь, и это полезно не только для вас, но и полезно для вашего малыша. Тренировка активизирует обмен веществ, улучшает кровообращение, что, в свою очередь, помогает малышу активно развиваться. Активный образ жизни и тренировки помогут вам укрепить мышцы бёдер, укрепить мышцы рук, мышцы спины. Снять напряжение с поясницы, что, как правило, в период беременности часто беспокоит будущих мам. Противопоказаниями к тренировке может быть тянущие боли внизу живота, также ограничения, связанные с проблемами в спине и также с давлением. Во время занятия очень важно чувствовать собственное тело, не спешить и не перенапрягаться, потому что целью тренировки в данном случае является не укрепление и не развитие мышц, а поддержание тела в определённом состоянии, так как сильно идёт изменение гормонального состояния тела. Тренировка вам поможет сохранить тело в подтянутом состоянии, укрепить мышцы промежности, мышцы малого таза, что впоследствии поможет вам в процессе родов. Следующий комплекс упражнений поможет вам избежать варикозного расширения вен нижних конечностей, отёков и лишнего прибавки в весе. Ну что, мы начинаем? Начнём с разминки. Устаём плечи, расправляем. До конца ноги сильно не выпрямляйте, чуть-чуть согните ноги в коленях. Ещё раз расправьте плечи и напрягите, подтяните ягодицы. Сделайте вдох, потянитесь руками вверх и выдох, опускаем руки вниз. Расправляем плечи и начинаем с марша. Марш правой ногой, правой ногой. Старайтесь максимально тянуть носок вниз. Тянем носок вниз и стараемся наблюдать за собой. Если есть возможность, смотрите на себя в зеркало. Представьте, что на голове стоит стакан с водой, и вы стараетесь его не пролить. Далее, шаг вперёд. Тянем носок вперёд. Таким образом мы прорабатываем икроножную мышцу. Это профилактика варикозного расширения вен нижней конечности. Тянем максимально носок вверх. На голове стакан с водой. Не забывайте об этом. Теперь пятка вперёд, пятка. Чуть-чуть присядьте, но не спешите. Старайтесь делать, чтобы плечи были ровно. И не напрягайтесь. Не напрягайте поясницу. Помните о том, что ягодицы у вас подтянуты. Ещё несколько раз. Четыре. Три. Два. Внимательно вы продолжаете. А я делаю чуть-чуть по-другому. Носок в сторону. В сторону. На голове стакан с водой. Не забывайте, не сутультесь. Плечи расправлены. Постарайтесь улыбаться. Улыбайтесь себе. Помните, вы двигаетесь. Двигается с вами ваш малыш. Ещё несколько раз. Четыре. Три. Два. Один. Продолжаем. Вспоминаем. Вперёд. Четыре. Носок. Только носок. Три. Чуть-чуть. Расправьте плечи. Два. Внимательно. Шаг в сторону. Носок в сторону. В сторону. Отлично. В сторону. И шаг. Пятка вперёд. Два раза. Ещё. Продолжаем. Два. Последний. В сторону носок. Четыре. Три. Внимательно. Сейчас будем сокращать. Вперёд. Только носок. Два раза. Два. Один. Только пятка. Два. Один. Носок в сторону. Четыре. Три. Спина ровная. Дышим спокойно. Два. Внимательно. Правой ногой. Марш. Марш. Старайтесь тиснуть носок вверх. Носок. Носок. Плечи ровно. Держим. Ещё четыре. Три. Два. Внимание. У вас. Марш. У меня степ-тач. Шаг в сторону. Старайтесь делать не широко. Не широко. Не забывайте о том, что резкие движения во время беременности не очень хорошо. Мы стараемся расправить плечи, двигаться плавно и спокойно. Сохраняем стакан водой на голове. Ещё держим. Четыре. Три. Дыхание ровно. Если у вас большой живот, вы можете его поддерживать. Вам будет комфортно, уютно. И помните о том, что малыш нанимается вместе с вами. Мы начинаем делать open степ. Шаг. Open степ. Open степ. Четыре. Три. Два. Внимательно. Захлёст. Кёлл. Лэг. Вы можете добавить руки. Расправьте плечи. Не прогибайтесь в пояснице. Кёлл. Лэг. Ещё. Четыре. Три. Осталось два. Внимательно. Степ-тач. Так же. Четыре. Три. Два. Внимание. Мы сокращаем и делаем всё по два. Захлёст. Кёлл. Кёлл. Степ-тач. Два. Кёлл. Лэг. Захлёст. Захлёст. Степ-тач. Два. Продолжаем. Внимательно. У вас кёлл. Лэг. Кёлл. У вас кёлл. И вы смотрите. Мамба вперёд. Смелее. Вы можете добавить руки. Если вам это комфортно. Добавляйте руки. Либо держите живот. Либо руки на талию. Плечи расправьте. Ещё четыре раза. Внимание. Четыре. Три. Шаг с пятки на носок. Сзади ногу. Не ставим на пятку. Внимательно. У вас мамба. Продолжаем. Я делаю вистеп. Шаг в сторону. В сторону. Вниз. Вниз. Возвращаемся. Рисуем ногами латинскую букву V. Ещё четыре раза. Четыре. Три. Осталось два. Один. Внимание. Мамба вперёд. Четыре. Три. Не прыгайте. Постарайтесь держать плавно. Спокойно. Вистеп вперёд. Четыре. Три. Два. Ещё больше сокращаем. Мамба. Два вперёд. Мамба. Мамба. Вистеп. Вперёд. Хорошо. Продолжаем ещё раз. И старайтесь запомнить. Мамба. Вперёд. Вистеп. В сторону. В сторону. Вместе. В сторону. В сторону. Только вистеп. Остаёмся. Вистеп. Хорошо. Ещё четыре раза. Четыре. Три. Два. На разминке в самом начале мы делали степ-тач. Сейчас со мной. Степ-тач. 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 Хорошо. Ещё четыре. Три. Два. Внимательно. Захлёст. Вместе. Восемь раз. Семь. Шесть. Можно добавить руки. Пять. Четыре. Три. Не прыгаем. Два. Внимательно. Сейчас тот же самый кёл, но по два. Два. Захлёст. Ещё так же два. Два. Отлично. Продолжаем. Ещё два. Очень важно не прыгать. Сохраняйте спину в нейтральном положении. Ягодицы не расслабляйте. Внимательно. Делаем кёл. Один. Один. И два здесь. Продолжаем так же. Один. Один. И два здесь. Один. Один. Два. Один. Один. Два. Так же так же работаем. Один. Один. Два. И последний раз. Один. Один. И два. Правой ногой степ-тач. 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 Кёл. Один. Один. Два. Один. Один. Два. Держите живот, если это необходимо. Один. Один. Два. Последний раз. Один. Один. Внимательно. Левой ногой степ-тач. Степ-тач. Только здесь. Только здесь. Продолжаем еще восемь раз. Семь. Не прыгайте. Шесть. Пять. Четыре. Можно держать живот. Три. Я напоминаю. Два. Левой. Левой. Четыре раза. Четыре. Три. Внимание. Два. Вы продолжаете. Посмотрите. Виз степ со мной вместе. Врось-врось. Вместе-вместе. Вы делаете шаг вперед. Левый. Вперед. Вместе. Вперед. Вместе. Вперед. Вместе. Еще так же. Четыре раза. Не спешим. Четыре. Поставьте вашу любимую музыку. Три. Расслабляйтесь. Не напрягайтесь. Два. Внимательно. Мамбо. Левой ногой. Восемь раз. Вперед. Семь. Шаг сзади на носок. Пять. Еще раз. Четыре. Три. Осталось два. Внимательно. Виз степ. Четыре раза. Четыре. Три. Два. Один. И мамбо. Вперед. Также. Четыре. Три. Два. Внимательно. Виз степ. Два раза. Два. Мамбо. Два. Мамбо. Виз степ. Врось-врось. Вместе-вместе. Врось-врось. И только мамбо. Остаемся. В самом начале мы с вами разучили сначала мамбо, потом виз степ. Вот нам надо сейчас это с вами вспомнить. Готовы? Еще мамбо. Четыре раза. Три. Два. Внимательно. Начало. Мамбо. Вперед. Два. Один. Виз степ. Два. Внимательно. Степ-тач. Два раза. Два. И захлестки. Олег. Один. Один. Два. Еще раз так же. Один. Один. Два. Последний раз. Один. Один. Захлест. Захлест. Два. Продолжаем. Один. Один. Два. И последний раз. Один. Один. Два. И правой ногой мамбо вперед. Мамбо. Хорошо. И виз степ. Два. Надо все соединить. Держитесь. Степ-тач. Степ-тач. В сторону. В сторону. Захлест. Один. Один. Два. Продолжаем так же. Один. Один. Два. Последний раз. Один. Один. Левой ногой мамбо. Вперед. Два. Два. Хорошо. Виз степ. В сторону. Вместе. Степ-тач. Левая. Два. Келлэк. Внимание. Один. Один. Два. И сразу мамбо вперед. Правой. Хорошо. Я надеюсь, у вас получается. Виз степ. Врось-врось. Вместе. Вместе. Врось-врось. И степ-тач. Шаг в сторону. Хорошо. Захлест. Келлэк. Один. Один. Два. Последний раз. С левой ногой мамбо вперед. Мамбо. Виз степ. Врось-врось. Вместе. Вместе. Врось-врось. Степ-тач. В сторону. Хорошо. Последний раз. Келл. Один. Один. Два. Просто степ-тач. Вдох. Я надеюсь, вы немного разогрелись. Вы не должны были сильно устать. Вам нужно было просто немного расслабиться, снять напряжение, подвигаться. Плечи расправляем. Open step. Шаг с пятки на носок. С пятки на носок. Держим. Плечи расправлены. Не проебайтесь в пояснице. Прыгать сильно не нужно. Добавьте руку. Фиксируйте живот. Если он большой. Держим. Еще четыре. Три. Два. Один. Расправьте плечи. Делайте шаг уже. 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 И мы возвращаемся. Делаем только марш. Марш. Тянем носок вверх. Носок. Максимально. Носок. Еще. Четыре. Три. Два. Вдох. Если у вас рядом есть мяч, постарайтесь его найти. Делаем вдох, потому что мы приступаем к основной части. Выдох. В продолжении нашей разминки мы делаем, как правило, предстретчинг. Поэтому я предлагаю вам поставить ноги шире, расправить плечи, сделать вдох, на выдохе опуститься чуть ниже. И спокойно, медленно на выдохе мы поднимаемся вверх, вдох, опускаемся вниз. Важно. Не напрягайте шею. Постарайтесь делать движения плавные. И не напрягайте живот. Плечи расправьте, лопатки потяните к позвоночнику и вниз. Сделайте вдох, на выдохе согните левую ногу и небольшая пружинка чуть-чуть вниз. Вниз. Плечи ровно. Макушкой тянемся вперед. Не напрягайте шею. Еще четыре. Осталось три. Два. Мы делаем вдох и на выдохе переходим на другую ногу. Здесь то же самое. Носки четко вперед. Расправьте плечи, не сутультесь. В пояснице сильно не прогибайтесь, поэтому немного потяните мышцы нижней части живота и малого таза. Не напрягайте живот. Четыре. Осталось три. Два. Мы делаем вдох, на выдохе сгибаем две ноги и руки ставим на мяч. Плечи расправили. Чуть плечом тянемся в диагональ. Вниз и вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Продолжаем. Еще четыре. Три. Не переусердствуйте, делайте плавно и спокойно. Осталось два. И последний раз. Мы делаем вдох, потянулись вверх, расправили плечи и мяч зажали между ног. Еще раз делаем вдох и выдох. Обнимаем живот, немного потянитесь в сторону. Делаем вдох, на выдохе тянемся в другую сторону. Расправляем плечи, собираем стопы, обходим мяч и садимся на нему. Основную часть начинаем с упражнения на мяче. Ставим руки назад. Чуть-чуть пройдите вперед. Не сидите на центре мяча. Здесь очень важно не прогибаться в пояснице. Постарайтесь сесть на седалищные косточки, почувствовать и подтянуться макушкой максимально вверх. Расправьте плечи, поднимите одну ногу на носок, потом вторую. Чуть-чуть носок и вверх, вниз, вверх, вниз. И как в разминке мы сохраняем ровную спину, макушкой тянемся вверх, не напрягаем живот и стараемся, стараемся вытянуться максимально вверх. А на голове стакан с водой. То есть мы делаем все плавно и спокойно. Мы делаем вдох, а теперь только одна нога. Носок вверх, вниз, вверх, вниз. Это упражнение помогает снять напряжение с мышц нижней части. Мы расправляем плечи, садимся и работаем только одной ногой. Носок вверх, вниз. Делаем вдох, чуть-чуть приподнимаем ногу. Вверх и вниз. Не напрягайте живот. Если чувствуете, что вам некомфортно, лучше остаться просто на полу и не поднимать ногу вверх. Остаемся. Плечи расправили. Теперь только другая нога. Вверх, носок вниз. Вверх, вниз. Вверх колено поднимаем, носком касаемся пола. Работаем. Помогаем нашей икроножной мышце. Поднимаем ногу вверх, вниз. Продолжая про икроножную мышцу, мы помогаем икроножной мышце поднимать кровь вверх от периферии к центру. Это является профилактикой варикозного расширения нижних конечностей. Вверх, вниз. Еще. Еще. Четыре. Три. Два. Есть силы. Еще сделаем. Четыре раза. Не спешим. Четыре. Три. Ногу высоко поднимать не надо. Два. Один. Окей. Ставим ноги широко. Руки ставим на колени. И небольшие вращения. Небольшие. Мы делаем это плавно, спокойно. Плечи неподвижно. Лопатки притягиваем к позвоночнику и тянем их немного вниз. То есть плечи у нас не подняты. К ушам плечи мы не тянем. Мы делаем вдох, останавливаем таз и выдох. И теперь вращение в другую сторону. В другую сторону все то же самое. Мы делаем плавно. Здесь снимается напряжение с поясницы. Расслабляется поясничное отдело спины. И также крестец. Если там есть, конечно, у вас болевые ощущения. Далее мы делаем вдох и выдох. Макушкой потянулись вверх. Обняли живот. И небольшое опять скручивание в сторону. Вдох. И выдох. В сторону. Вдох. Вернулись. Плечи расправили. Руки перед собой. Опустите плечи. Мы делаем вдох. И небольшое скручивание в сторону. И выдох наверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь очень важно не делать резких движений. Минимальное скручивание. Но вам будет комфортно. Вдох. Выдох. Скрутились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Вернулись. Плечи опускаем. Руки. Аккуратно опускаемся вниз. Медленно. И круглой спиной поднимаемся вверх. Еще раз. Грудью тянемся вниз. Поднимаемся вверх. Позвонок за позвонком. Опять вниз. Поднимаемся вверх. Мы расправляем плечи. Опять тянемся руками вверх. Помогаем вытянуться позвоночнику. В пояснице не прогибаемся. Руки соединяем сзади в замок. И грудью тянемся вперед. Грудью, не поясницей. Прогиба в пояснице быть не должно. Подтяните. Мышцы малого таза и нижней части живота. То есть просто напрягите промежность. Вы наверняка знаете про упражнение Кегеля. Вот вспомните его. Подтяните промежность. И почувствуйте, как в пояснице нет напряжения. Мы делаем вдох. И выдох. Аккуратно собираем ноги. И встаем. А мы продолжаем с вами. Расправляем плечи. И встаем ноги широко. Носки ставим в стороны. И обратите внимание обязательно на то, что ноги должны быть на одной линии. Не прогибайтесь в пояснице. Не напрягайтесь. Плечи расправьте. И просто чуть-чуть подтяните ягодицы. Мы делаем вдох. На выдохе. Опускаемся вниз. И выдох вверх. Вниз. Вниз. И выдох вверх. У нас с вами работают мышцы передней поверхности бедра. Мышцы внутренней поверхности бедра. Вы должны их чувствовать. Не забывайте, что ягодицы мы не расслабляем. В пояснице мы не прогибаемся. Спину держим ровно. А макушкой тянемся вверх. Мы делаем вдох на выдохе и вверх. Вдох. Выдох вверх. Вы же помните, что тренировка во время беременности это не укрепляющая, не развивающая тренировка. Мы не стараемся развить максимально мышцы и улучшить рельеф. Мы стараемся поддержать мышцы в тонусе. Поэтому это приседание мы делаем не до полной утомляемости мышцы, а делаем спокойно, постепенно. Можно чуть-чуть ускориться, но сильного напряжения или боли в мышце мы не должны добиваться. Поэтому спокойно. Еще восемь раз. Выдох вверх. Семь. Выдох. Шесть. Выдох. Пять. Выдох. Четыре. Выдох вверх. Три. Сохраняем хорошее настроение. Осталось два. Выдох. Один. Расправили плечи, лопатки соединили. Собираем ноги. Я надеюсь, у вас есть рядом гантели. Мы аккуратно делаем вдох. Выдох. Подходим, берем гантели. Нерезко, спокойно, чуть наклоняясь, опираясь рукой на бедро, мы поднимаем одну и вторую гантели. Берем в две руки. Расправляем плечи. Встаньте ровно. Лопатки вдоль позвоночника и вниз. Не прогибайтесь в пояснице. Мы делаем вдох, чуть-чуть разводим руки и возвращаем. Разводим, разводим, возвращаем, возвращаем. Внимание! Если гантелей нет дома, не обязательно бежать в магазин и их покупать. Вы можете налить по 0,5 бутылки с водой. И это будет отличным заменителем гантелей. Вверх и вниз. Выдох, выдох, вдох, вдох. Ягодицы подтянуты, в пояснице мы не прогибаемся. Мы работаем на мышцы плеча, на дельту, на средний бутек до литовидной мышцы. Но мы должны быть сильными. Малыши же любят активных мам. Должны быть сильными, чтобы были силы с ними играть. Поднимать. Вверх. Вверх. Вниз. А теперь поочередно. Одна рука вперед. Вторая. Тоже работаем до ощущения, до легкого ощущения в мышце. Сильного напряжения быть не должно. В пояснице не прогибайтесь. Мы делаем выдох, вдох, выдох. Подъем еще 10 раз. 10. 9. 8. Если вы устали, 7. Вы можете немножко походить. 6. Либо 5. Марш. Либо 4. 3. Как вам удобно. 2. 1. И в стороны. По 8. 8. 7. Не спешите. 6. Чувствуете, малыш может спать, малыш может бодрствовать. Самое главное, чтобы у вас было хорошее настроение. И вы понимали, что вы работаете для своего здоровья. Для того, чтобы быть жизнерадостной. И, соответственно, зародить здорового малыша. В стороны. И вперед. Поочередно. 8. Осталось 7. 6. 6. Не прогибайтесь. Поясницы. 5. Ягодицы подтянуты. 4. Представьте, что между ягодицами зажата монетка. Вы их не расслабляете. 3. Осталось 2. И последний раз. Хорошо. Мы делаем вдох. Расправляем плечи. И ставим ноги опять же так же широко. Мы расставили ноги широко. Расправили плечи. Подтянули мышцы нижней части живота и промежности. Руки локти прижали к талии. И макушкой потянулись вверх. На два счета. Медленно приседания вниз. Поднимаемся вверх. Приседаем вниз. Поднимаемся вверх. Вниз. Вниз. И вверх. Выдох. Мы повторяем то же самое, что делали. Нам самое главное не останавливаться. Но сейчас мы соединяем это с работой рук. Мы разводим предплечье чуть в стороны и возвращаем. В стороны. В стороны. Возвращаем. Возвращаем. В стороны. В стороны. Выдох. Наверх. В стороны. В стороны. В пояснице не прогибайтесь. Следите за этим. Это очень важно. Не должна поясница болеть. Мы чувствуем работу бедра. Мы чувствуем работу мышц рук. Но ни в коем случае поясницу. А ощущение в мышцах живота. Либо внизу у живота. Вообще должно отсутствовать. Мы только чувствуем, что вам хорошо и комфортно. Разводим. Возвращаем. Давайте еще восемь раз сделаем. Восемь. Выдох. Семь. Осталось шесть. Выдох. Пять. Выдох. Четыре. Выдох. Три. Выдох. Два. Выдох. Один. Закончили. Расправляем плечи. И опять же собираем ноги. Резко это делать не надо. Собираем спокойно. Медленно. Марш. Плечи расправили. Мы делаем вдох. На выдохе. Аккуратно опускаем гантели на пол. Вниз. Не спешите. Резко подниматься. Резко опускаться не надо. Расправьте плечи. Сейчас очень важно. Мы будем с вами также работать на мышцы бедра. Шагните правой ногой назад. Левой ногой вперед. Поставьте ноги на ширине таза. Не заводите ноги на одну линию. Расправьте плечи. Вы можете держать живот. Не прогибайтесь в пояснице. Подтяните ягодицы. Мы делаем вдох и чуть-чуть сгибаем ногу вниз. И поднимаемся вверх. Вниз. Вниз. И выдох вверх. Если вы чувствуете дискомфорт, это упражнение можно пропустить. Если вы чувствуете, что вам тяжело удерживать баланс, мы с вами работаем. Вы можете подойти к опоре и держаться за диван, держаться за стену, так, чтобы вам было удобно. Мы работаем на переднюю и заднюю поверхности бедра и мышцы ягодиц. Осталось четыре раза. Четыре. Выдох вверх. Три. Выдох. Два. Выдох. Расправляем плечи. Один. Выдох. Молодцы. Меняем положение ног. Шагаем вперед. Шагаем правой ногой. Теперь вперед, а левая назад. Расправьте плечи. Таз. Подайте вперед. Не должен таз наклоняться. Расправляем плечи. И опять же макушкой тянемся вверх. Шею не напрягаем. Держим малыша. Расправили плечи. Улыбнулись. И на два счета. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вы можете делать чуть быстрее. Все зависит от темпа вашей музыки, любимой, которую вы можете ставить во время занятия. Самое главное делать спокойно. Не спешить. Потому что вы не должны напрягать поясницу. И не дай бог потерять равновесие. Еще вниз. Вниз. И давайте чуть быстрее. Восемь раз. Восемь. Семь. Выдох. Шесть. Выдох. Пять. Сзади стоящая нога. Внимательно. Она на носке. Четыре. Осталось три. Два. Расправьте плечи. Один. Мы делаем вдох. И на выдохе медленно опускаем колено на пол. Расправляем плечи. Делаем вдох. На выдохе шагаем вперед. Ставим руки широко. Стараемся линию груди и линию рук совместить. Но если этого не получится, переживать не стоит. В пояснице мы не прогибаемся. Подтяните мышцы промежности, мышцы малого таза и ягодицы. Мы делаем вдох. Опускаемся вниз. И выдох. Поднимаемся вверх. Опускаемся вниз. И поднимаемся вверх. Внимание. Если у кого-то будет неприятное ощущение в запястье, вы всегда можете подложить подушки под ладони. И вам будет намного легче. Опускаемся вниз. Вниз. И вверх. И вверх. Вниз. Вниз. Давайте еще раз восемь сделаем. Поехали. Восемь. Выдох. Семь. Шесть. Пять. Выдох наверх. Работаем на грудную мышцу. Четыре. Осталось три. Два. Последний раз. Аккуратно поднимаемся. Ставим руки чуть уже. Расправляем плечи. Выравниваем спину. Макушкой тянемся вперед. Постарайтесь не напрягать шею. Тянитесь макушкой вперед, сильно вытягивая макушку и копчик в разные стороны. Далее мы делаем вдох. И не перенося вес тела ни на правую, ни на левую руки, оставляя его по центру, мы ладонь притягиваем к плечу. Работаем на мышцы спины. Вдох. Выдох. Притянуть ладонь к плечу. Вдох. Притянуть ладонь к плечу. Еще раз. Вдох. Притянули. Опустили. Притянули. Опустили. Еще восемь раз. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Осталось два. Последний раз. Один. Отлично. Закончили. Мы аккуратно поднимаемся, расправляем плечи, делаем вдох, вытягиваемся руками вверх и выдох. И внимание, аккуратно опускаемся на пол. Садимся. Собираем ноги и дальше помогаем себе аккуратно лечь. Всегда помогайте себе руками. Если у вас есть дома подушки, это было бы замечательно. Вы одну подушку можете положить себе под голову, вторую, если срок беременности довольно-таки большой под живот, чтобы вам было комфортно. В этом положении мы стараемся тазовой косточкой тянуться от себя. То есть не прижимаем максимально нижний бок к полу. Не надо. Тянитесь от себя. Плечи расправьте, не напрягайтесь. Плечо верхнее к уху тянуть не нужно. Не закрывайтесь. Раскройте. Дыхание должно быть спокойное, свободное. Мы делаем вдох и на выдохе чуть поднимаем ногу вверх, не заваливаясь назад. Поднимаем и опускаем вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Мы работаем с вами на ягодичную мышцу. Это упражнение не только помогает проработать ягодичную мышцу, но и снять напряжение с крестца. В данном случае не надо работать до полного утомления мышцы. Мы работаем постепенно, спокойно. Еще давайте сделаем 8 раз. Выдох. 8 осталось. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Мы закончили. Сейчас мы кладем ногу, которые работали вперед. В идеале, если вы положите ногу на подушку. Мы расправляем плечи и вытягиваем, выпрямляем нижнюю ногу. Опять же поднимаем ее вверх, вниз. Здесь мы работаем на мышцы внутренней поверхности бедра, на приводящие. И также снимаем напряжение с крестца. Вверх, вниз. Выдох, вдох. Здесь очень важно в этом положении не напрягать шею и не прижиматься сильно к полу. Вытягиваться макушкой, копчиком, как мы всегда с вами делали, в разные стороны. Не напрягайте поясницу, не прогибайтесь в ней. Мышцы живота и сам живот расслаблен. Дышим спокойно. Вверх, выдох. Вдох, выдох, вдох. Давайте еще 8 раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, осталось 2, держитесь, 1 и закончили. Пусть ноги немного отдохнут, так как рядом с вами гантели, мы аккуратно берем одну гантель и опускаем ее перед собой. Ваша рука должна быть таким образом расположена, чтобы большой палец оказался снизу. Плечо расправляем, локоть тянется в потолок. Мы делаем вдох и на выдохе медленно поднимаем руку вверх и опускаем руку вниз. Поднимаем руку вверх, вверх, опускаем руку вниз. Примерно линия гантелей и линия груди должны совпадать, то есть рука опускается на уровне груди. Не ближе к лицу и не ближе к животу, именно здесь, посередине. Вверх, выдох, вниз, вдох. Мы работаем на мышцы плеча, на задний пучок дольтовидной мышцы. Самое главное это делать именно рукой. Не заваливайтесь назад, не запрокидывайте себя. И вес гантели контролируйте. То есть, если вам тяжело, опустите гантель, работайте без нее. Если вам легко, продолжайте работать. Не надо брать больше. Вверх, вверх, вниз, вниз. Давайте на каждый счет 8 раз. 8, 7, 6, осталось 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Положили руку на бедро, расправили плечо, расслабились. Макушкой опять же вытягиваемся. Рука остается на бедре. Продолжаем работать нижней ногой. Второй подход. Сделаем всего лишь 15 раз. Подъем ноги. Вверх, вниз, вверх, вниз. Если вы устаете раньше, не надо себя переутруждать. Положите ногу, отдохните. Либо делайте через раз. Не спешите, это не нужно. Сейчас мы работаем просто на поддержание мышц в тонусе. Ни в коем случае не на развитие. Поднимаем вверх, вниз. Выдох, вдох. Выдох, выдох, вдох. Еще давайте 5 раз. 5, 4, 3, 2, 1. Мы делаем вдох, опускаем ногу. Поднимаем руку. И сейчас делаем небольшие вращения плечом. Поднимаем вверх от бедра и чуть-чуть опускаем вперед. Мы не спешим. Если вам тяжело это делать с гантелью, вы всегда можете ее положить и работать без веса. Самое главное, не заваливайтесь назад. Мы работаем только рукой. Разрабатываем плечевой сустав и укрепляем мышцы плеча. Еще 4 раза вперед. 3, 3, осталось 2. Не забудьте, нам надо еще сделать другую сторону. Последний раз. Мы делаем вдох и также вверх в другую сторону. 8, 7, 6, 5, 4, выдох наверх, 3, при подъеме выдох, вдох, 2, последний раз. Опускаем гантель перед собой. Кладем. Убираем аккуратно подушку. И сгибаем теперь две ноги. Верхнюю ногу аккуратно выпрямляем. Тянемся носком от себя. Не прогибайтесь в пояснице. Если вам тяжело делать с прямой ногой, либо возникли болевые ощущения в тазобедренной области, вы можете не выполнять эти упражнения в полную силу, либо сделать всего лишь несколько подъемов и расслабиться, отдохнуть. Сейчас мы делаем вдох, поднимаем ногу вверх и начинаем вращать ногой бедром в тазобедренном суставе. Работаем медленно, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И в обратную сторону мы делаем вдох, выдох. Мы с вами продолжаем. Мы остаемся лежать на боку, расправляем плечи, вытягиваем верхнюю ногу. Макушкой тянемся в противоположную сторону к опчику и плечом не тянетесь к уху, расправьте его. И делаем небольшие легкие вращения ногой, совсем малоамплитудные. Не надо делать довольно-таки активно и высоко поднимать ногу, потому что вам нужно удерживать спину в ровном положении. Делаем четыре раза вперед. Три, два, и еще раз, только в другую сторону. Четыре, не спешите. Три, если это тяжело, мы не продолжаем. Два, один. Аккуратно опускаем ноги, закончили. Расправляем плечи и аккуратно, помогая себе руками, поднимаемся вверх и ложимся на другой бок. Ложимся, расправляем плечи, помогаем себе лечь. Аккуратно кладем живот, руку кладем под голову. Если у вас есть подушка, было бы замечательно. Положите ее под голову, вторую под живот, как мы делали в предыдущий раз. Ложимся, ноги согнуты, расправлены плечи, не напрягаемся. И начинаем работать верхней ногой, поднимаем ее вверх, вниз. К полу сильно прижиматься не нужно. Как получается, не заваливайтесь назад. Спокойно мы делаем выдох, вдох. Работаем на ягодичные мышцы. Подъем вверх, вниз. Выдох, вдох. Давайте еще десять раз. Десять, плечи расправьте. Девять, верхняя часть тела абсолютно не напрягается. Восемь, семь. Выдох, вверх. Шесть. Осталось совсем чуть-чуть. Пять. Еще четыре. Три. Осталось два. И последний раз. Отлично. Кладем подушку перед собой и ногу аккуратно опускаем на подушку. Сделайте так, чтобы вам было удобно. Непринципиальное расположение подушки. Важно, чтобы она была аккуратно. Выпрямляем нижнюю ногу. Ложимся поудобнее. Расправляем плечи. Тянемся носком от себя. И подъем ноги вверх, вниз. Вверх, вниз. Не заваливайтесь. Теперь уже вперед. Вы можете положить руку на бедро. Вы можете оставить руку впереди. Это будет помогать вам сохранять равновесие и баланс. Самое главное, вы должны себя чувствовать комфортно в этом положении. И работать только на приводящие мышцы. То есть это внутренняя поверхность бедра. Вверх, вниз. Выдох, вдох. Давайте еще 10 раз. 10, 9, 8, 7, 6. Выдох наверх. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем ногу, отдыхаем. Хочу напомнить, если вы чувствуете дискомфорт в лобковой области, в лобковом симфизе, вы можете эти упражнения не выполнять, либо выполнять их с минимальной амплитудой. Расправляем плечи, будем продолжать работать на руку. Берем гантель. Нижнюю ногу вы можете согнуть, можете выпрямить. Сделайте так, чтобы вам было удобно. Опускаем гантель перед собой. Большой палец направлен вниз. Локоть вверх. Расправьте плечи. Плечо к уху не подтягиваем. Поднимаем руку вверх. Вверх, вниз, вниз. Работаем исключительно рукой. Не добавляйте спину, не заваливайтесь назад. Работая на боку, мы работаем также на баланс, что помогает укрепить мышцестабилизаторы. Более мелкие мышцы, на которые в обычной жизни мы ими пользуемся, но в принципе их проработать с гантелью очень сложно. Они работают для того, чтобы стабилизировать наше тело в пространстве. Поэтому будьте аккуратны. Мы поднимаем аккуратно вверх руку и вниз. Только рука. Вверх, вверх. Делаем еще восемь раз. Вверх. Выдох. Вдох. Вдох. Семь. Осталось шесть. Если вы устали, положите гантель. Пять. Четыре. Три. Осталось два. И работаем последний раз. Опускаем руку вниз. Расправляем плечи, вытягиваемся макушкой вверх. Аккуратно поднимаем руку вверх и делаем небольшие вращения плечом. Помните, работаем только рукой. Вниз. Вдох. Наверх при подъеме. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза. Амплитуда удобная для вас. Правда, сильно вращать тоже рукой не нужно. По ощущениям. Вниз. Опускаем. Мы делаем вдох и теперь на выдохе поднимаем руку вверх. Вниз. Еще четыре раза. Осталось три. Два. И последний раз. Закончили. Опускаем гантель на пол. Самое главное, не напрягайте шею. Не должно быть ощущений в шейном отделе позвоночника. Вы должны вытягиваться макушкой вверх. Мы делаем вдох. На выдохе опять же сгибаем две ноги. Убираем подушку. А теперь выпрямляем верхнюю. Тянемся носком максимально от себя. Рука впереди. Расправьте плечи. И мы выполняем небольшие вращения. Помните, столько вращений, сколько мы сделали на одну ногу. Желательно повторить то же самое на другую. Поэтому делаем аккуратно. Выдох, подъем. Вдох, опускаем. Выдох, вверх. Вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, вдох. Работают ягодичные мышцы. Разрабатывается тазобедренный сустав. Внимание. Вдох, на выдохе в другую сторону вращения. Мы активизируем обмен веществ в области тазобедренного сустава. И таким образом помогаем себе для того, чтобы улучшить состояние мышц и связок. Еще два раза. Вдох, выдох. И последний раз. Отлично. Опускаем. И мы закончили работу в силовом режиме. Аккуратно поднимаемся вверх. Мы приступаем к заключительной части нашего тренировки. Мы аккуратно поднимаемся на колени. Встаем. Ладони ставим под плечи. Аккуратно. Мы делаем вдох. На выдохе чуть-чуть округляем поясничный отдел. Расслабляем шею. Немного напрягаем ягодицы. И подтягиваем промежность вверх. Расслабляем поясничный отдел позвоночника. Далее мы делаем вдох. И теперь грудью тянемся вниз. Сильно прогибаться не нужно. Сохраните поясничный отдел в естественном положении. Сильного прогиба там не должно быть. Далее мы делаем вдох. Округляем поясничный отдел. Если вы заметите, амплитуда здесь минимальна. Но по ощущениям, по внутренним, вы должны понимать, что прогиб в грудном отделе отличается от округления поясничного отдела. Мы делаем вдох и грудью тянемся вниз. На выдохе округляем поясничный. Последний раз вдох, грудью тянемся вниз. Мы делаем вдох, выдох, выравниваем спину и небольшое вращение таза. Это положение тоже довольно-таки приятное, вернее, упражнение. Вам будет комфортно. Вы снимите напряжение с позвоночника, с поясничного отдела. И расслабите крестец. Вы это можете выполнять в упражнении вне комплекса. И делать это после тяжелого трудового дня. Либо когда действительно вы очень-очень устали и болит спина. Далее мы делаем вдох и на выдохе максимально тянемся вверх. Расслабляем и растягиваем полностью всю спину. Расслабьте шею, не напрягайте. Вы можете даже закрыть глаза. И вам должно быть удобно и комфортно. Далее мы делаем вдох, выравниваем спину. Ладонь на бедро. Второе. И аккуратно приподнимаемся. Берем подушку. И на нее аккуратно садимся. Мы садимся, выравниваем спину. Если у вас есть подушка, обязательно положите ее под ягодицы. Поставьте руки назад, опустите плечи и потянитесь макушкой вверх. Носками потянитесь вперед и на себя. Вперед и на себя. Эти упражнения вы можете выполнять босиком, либо просто в носках. Вперед и на себя. Вперед и на себя. Вперед и на себя. Еще 4 раза. 4. Осталось 3. Продолжаем 2. Мы также помогаем икроножной мышце поднимать кровь вверх. Так как сосуды, стенки сосудов у нас немного расслаблены под действием гормона прогестерона. И это может вызывать сосудистые сеточки, либо варикозное расширение вен. Чтобы этого не было, это очень хорошая профилактика. Снимайте напряжение с икроножной мышцы, с нижних конечностей. Плечи расправляем. Макушкой тянемся вверх. Вытянулись. Мы делаем вдох и на выдохе руки ставим чуть-чуть вперед. Расправьте плечи. Мы наклоняемся здесь по мере возможности. Самое главное не пережимайте живот. Лучше просто посидеть и вытянуться вверх. Польза будет для позвоночника. Это точно. Плечи расправляем. Плечи расправляем. Макушкой вытягиваемся вверх. Коленом постарайтесь потянуться к полу. Если это получается. Если этого не получается, сильно надавливать на колено не нужно. Как есть. Плечи расправьте. Выровняйте спину. Постарайтесь, чтобы ваш живот был направлен к бедру выпрямленной ноги. Вы будете чувствовать небольшое скручивание, ощущение в мышцах спины растяжения. Сделайте вдох и можно чуть наклониться вниз. По мере возможностей. Не спешите. Несколько секунд побудьте в этом положении. Дыхание у вас спокойное, свободное. Мы дышим нижними ребрами. Представьте, что под грудью у вас завязан ремешок от халата. И вы дыханием своим стараетесь его развязать. Мы делаем вдох. Ребра нижние чуть в сторону. И выдох спокойно. Можете делать вдох на 4 счета. Считайте про себя. И выдох также. Только не задерживайте дыхание. Не должно быть дыхание ступенчатым. Мы делаем вдох носом. И выдох. Плечи расправляем аккуратно. Поднимаем ногу и переводим ногу за бедро выпрямленной ноги. Если живот у вас большой, вы можете поставить руки назад. И немного раскрыв грудь посидеть. Самое главное не пережимайте живот. В этом положении хорошо растягиваются ягодичные мышцы. Мы на них сегодня работали, поэтому их надо сегодня расслабить. Плечи расправляйте. Сильно в пояснице не прогибайтесь. Вытягиваемся за макушкой вверх. Вдох. На выдохе аккуратно, не напрягая мышцы живота, выпрямляем ногу. Подтягиваем к себе вторую. Разворачиваем стопу к бедру. Расправьте плечи. Сначала потянитесь макушкой вверх. Потянитесь за руками. Не напрягая шею. Мы делаем вдох. И на выдохе опускаем руки чуть впереди. Расправьте плечи. Потянитесь. Молодцы. Сейчас нужно расслабиться. Возможно, ваш малыш проснется. Сейчас начнет говорить. Мама, давай активного движения. А мы уже расслабляемся и отдыхаем. Мы делаем вдох. Стараемся потянуться еще чуть ниже. Все. Помните о том, что ваш живот сильно тянуться не нужно. Расправляем плечи. Аккуратно поднимаемся вверх. Помогаем себе. И переносим ногу за колено. Выпрямленные ноги. Вы можете чуть-чуть потянуть колено к себе. Можете увести руки назад. Все зависит от вашего положения живота. Спина ровная. Макушкой тянемся вверх. Не напрягайтесь. Постарайтесь расслабиться. Сконцентрируйтесь на дыхании. Дыхание спокойное, плавное. Можно делать дыхание глубоким. Не напрягайтесь. Мы делаем вдох. Аккуратно возвращаем ногу перед собой. Вторую. И соединяем стопы. Расправьте плечи. Возьмите себя за голени. И притяните немного лопатки к позвоночнику. При этом не прогибайтесь в пояснице. Напрягите ягодицей. Небольшая пружинка в коленях. Небольшая. Чуть-чуть. По мере возможности вы должны чувствовать свое тело. Если вам некомфортно, не выполняйте. Если вам комфортно, оставайтесь чуть дольше. Как вам хорошо. Плечи расправляем. Чуть-чуть можно опуститься вниз. Если вы чувствуете, что вам это сложно, то поставьте руки назад. Потянитесь грудью вперед. Мы делаем вдох и выдох. Спокойно дышим. Вдох. И выдох. Расправьте плечи. Еще раз с грудью потянитесь вперед. Вдох. И выдох. Аккуратно соедините ноги. И сядьте по-турецки, либо в сукхасану, как говорят йоги. Расправьте плечи. Макушкой вытянитесь вперед. Вверх. Поднимите руки. Согните руку в локте. И не переводите локоть за голову. Постарайтесь локоть держать перпендикулярно полу. Повторите то же самое с другой руки. Сделайте вдох. Потянитесь руками вверх. Расправьте плечи. Ваше дыхание плавное и свободное. Возьмите себя за локоть. И притяните локоть к груди. Плечо уведите назад. Подниматься плечо не должно. Обратите на это внимание. Мы делаем вдох. Меняем. Берем себя за локоть. Локоть притягиваем к груди. Расправляем плечо. Уводим назад. Отлично. Мы делаем вдох. Тянемся руками вверх. И выдох. Опускаем руку рядом с собой. И небольшое диагональное скручивание. Не напрягайтесь. Мы растягиваем с вами в данном случае межреберные мышцы. Мышцы дыхания. Нам дыхание очень важно. Мы дышим спокойно, плавно. На выдохе немного округлите спину. Потянитесь рукой в диагональ. Сделайте вдох. На выдохе раскройте грудь вверх в потолок. Шею не напрягайте. Опустите руку вниз. Расправьте плечи. Расправьте плечи. Потянитесь руками вверх. Опять вытянитесь, не напрягаясь в пояснице. Поставьте руку в сторону. И наклонитесь теперь уже в другую сторону. Диагональное скручивание. Небольшое. Вдох. На выдохе мы скручиваемся в диагональ. Теперь уже вперед. Немного растягиваем мышцы спины. Далее делаем вдох. И на выдохе раскрываем грудной отдел. Аккуратно опускаем руку. Расправляем плечи. Тянемся руками вверх. Вдох. И выдох. Поднимите руку вверх. Подтянитесь за ней макушкой. Сделайте вдох. А на выдохе небольшое скручивание. Заметьте, это скручивание должно быть плавным, спокойным. И вы должны сидеть с ровной спиной. Сильно скручиваться не нужно. Только верхний отдел спины. Мы делаем вдох. Выходим из скручивания. Подтянитесь другой рукой вверх. Максимально. Не прогибайтесь в пояснице. Вдох. И на выдохе скручивание в другую сторону. Плечо опустите. Макушкой потянитесь вверх. Спина ровная. Мы не напрягаемся. Если вам комфортно в этом положении, оставайтесь с ним чуть дольше. Далее мы делаем вдох. Возвращаемся. И выдох. Аккуратно выводим ноги вперед и меняем положение ног. Все то же самое. Просто поменяйте положение ног. Расправьте плечи. Округляйте спину. Немного потянитесь вниз. Далее сделайте вдох и грудью потянитесь вперед. Выровняйте спину. Потяните немного промежность вверх. И расслабьте ее. Подтяните ее вверх. Расслабьте. Подтяните вверх. Расслабьте. Еще раз. Подтяните вверх. Представьте, что внутри вас лотос. Он то закрывается, то раскрывается. То закрывается, то раскрывается. Раскрывается, закрывается. Расправляем плечи, делаем вдох, тянемся руками вверх и выдох, руки через центр выводим вверх, вдох и выдох. Поклонитесь себе, вы молодцы, занимайтесь, желаю вам здоровья и жизнерадостного малыша.